Мы сейчас посетим несколько источников. Один из них исторический источник. Явленный. Почему Явленный? Потому что в 1670 году там явился Богородица 8 сентября в Кровавом Мариоле. А 9 сентября были кровавые бои между царскими войсками и войсками Степана Райдена. И Богородица, явившись в Кровавом Мариоле, говорила о том, что предстоит большая трагедия для нашего народа. И на следующий день, 9 сентября, были исчерпаны практически все источники в округе, потому что там убали тела погибших. Почему называется Явленный? В 1670 году явился Богородица. Богородица, явился Богородица, явился Богородица. Обрезает. 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 Отлично. 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 Видели кофем у нас, Виктория. А нам помогать искать бюстуальные препараты. препараты Субтитры создавал DimaTorzok Кино-фестива над Ганью быть Курнюю душу продолжаем Спасибо всем Докумаю на здоровье Всем девушкам России Всего доброго мира Я с вами Ай Глубокая вода Да? Ох мощная струя Ох мощная Ох мощная мощная Ох мощная Ох 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 Ой хорошо Ой хорошо Ух ты Обрезает Али Обрезает Аж заломило всё У меня контузия как-то, почему в голове, еще ее на Кронштадтского, в Ярославльский губернии, в городах Тутаева есть, там есть собор, что-то в Ленинградском, такое, да. А вот выход, да, струи. Мои куда девались? Пойдемте, я посмотрю. Я же с той стороны. А, лучше с той стороны заходить, да? Ну, там набор воды. Не перешаивай, чтоб. Ну, да. Пойдемте, к самому. Слушай, я опять перзонова делаюсь, не пишу. Ну, сейчас он спокойно. А, кстати, вот замечать, какой тонус, да? Да. Вот здесь, это, из-сюда приезжать, вот после всяких этих съемок, после этого галдежа. Смотри, какая мощная струя. Я слышала высека. Это малая река, да. Пьянка варит. Смотрите, малая река, да, это не трубочка. Бля-бля-бля-бля. Конечно, давай. Сейчас ведомо. Ну, надо попить. Вот ведром берем водицу, борошком будем пить. Вот она, водица. Нет, 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 нет. То есть у меня был один момент, я так... Ну, она же целебная вода-то. Потом думаю, ну, не может быть. У нас ведь вода, как вы подразумеваете, святая и целебная. Святая, это крещенская. А, смотрите, какая ива могучая. Ива, да. А если еще больше, там, ствол, раз... А у нас-то тоже такие ивы есть на емке. Откуда можно, если бы. Да, откуда воду, возьмите. Она, видишь, что это вода. Тут недавно буквально разговаривали с местным... Он, он, паломник частый, он увидит, что говорит. Ну, я приехал с приборчиком, проехал по всем источникам. Говорит, лучшая вода оказалась у батюшки Серафима. Ну, с точки зрения чистоты. Ну, говорит, ну, там разные же параметры. Есть же энергетика воды, есть еще и чистота ее. А у нас, как бы, как бы, все профессора говорят, что организм не принимает все самого чистого. У нас примесь есть во всем. Вот. И он говорит, я взял эту воду, замерил. У меня были одни показания. Привез через два дня. Проверил в Москве, изменились. И говорит, есть смысл пить только здесь. Все рассеивается. Через какое-то время уходит. Все рассеивается. Только на месте. Ну, через несколько дней уже меняется. Насчет коречения. То, что сейчас заборы были производительные. Я видел передачу, где где-то там и в Америке, и в Европе делали заборы. Энергетика. И это сходит на нет. В течение этой недели кореченской. Эффект теряется. Подавление бактерий идет. Сильное. Ага. В крещение. Естественно, вода борется сама. Один день в году. То есть 19 января. Я ни разу не окунулась на отпущение. Ну, это впереди. Не готова. Впереди. Не, если ты тут окунулась, там то же самое. Я жду дома мужчин с борщом. Там тоже самое. Спасибо, спасибо. Товарищ, который там в 17-м году революцию устроил. Бытие определяет сознание. А в православии говорит, сознание определяет бытие. То есть мы хотим, мы меняем, мы изменяем. Хотя есть связь и туда и обратно. Здесь нельзя сказать, что только так, какая-то взаимосвязь есть и так и так. То есть если мальчику посидеть в монастыре, в бытие, у него больше шансов стать более правильным человеком. Тоже воздействует. Поэтому оно такое взаимосвязь. А поле огромное, да? Поля не возделываются, да. Они, наверное, еще не взятые. Еще до них, наверное, не дошло. Да, кухуш. Соловей, да, сейчас отверстили. Докально четыре дня назад. Начали сентября. Лазить в полную голову. Лазить в холоде. В Москве, в Рязани. В холоде. Четвертый день стоит тепло. Вон та, куда сейчас Евлена впадает, она образуется, эта река, двумя источниками. Источниками Покрова Богородицы и 12 апостолов. А третий источник, где впадает, вот эта река, здесь. Вот сейчас, у него уже три, Евлена. Красота. Так же там являлся батюшка Серафим. Явился он, значит, селянам, показавшись, манил их, подозвал их. И селяне сказали, мы идем в молитву, с молитвой в монастырь. И он сказал, что сама Богородица, прежде чем идти в свой Четвертый Дел, сначала купается в этом источнике. И потом уже идет в свой Четвертый Дел Дивеево. Так я и вам советую сначала искупаться, очиститься, а потом уже идти за более высшим, за молитвой, за причастием. Чтобы был самый источник. Вот так же мы сейчас посетим источник 12 апостолов. Это удивительный источник. Это множество струй бьют в нерукотворную купель доломитовую. И вот источник, можно ложиться в самый источник. И прямо эти струи вас бьют. И из этого источника стекает малая река. Когда мы окунаемся, звезд поднимается. Но через минуту он опять прозрачный, как стеклышка. Где-то дыхание называется. Но это еще не все это дыхание. А ну пожалуйста. А кто бы думал? Он тоже дым. Здесь относительно небольшого. Тут играться в 30 наверное. Когда-то Ген Петрович заезжали в гости, потом у нас появился карьер. И свой пользует. Ой, там карьер шикарный. И тут дождь пошел. И тут дождь пошел. Важми не белых собирал. Осенью в том году. А у нас машина вот так просто. Вот здесь траву можно собирать. Вот явленный источник. Мы выше находимся. Мы там были. А вон там были, да? Да, это часовня. Ну да. Это рядом, но дороги прямой нет. Они рядом находятся. Поэтому я говорил, что та речка. Вот сейчас источник Геннадца Апостола. Вот пойма его. И он впадает в конечном итоге туда, в явленный. Здесь окна не открывается, да? Сейчас открою, секунду. Все, открывайте. Я разблокирую. Чтобы дети это не это. Ну да, дети. Ребенка вожу, да. Сережка вырос. Помнишь, надо бы на веке. Да, помню, помню. Вот такая пойма. Вот она сейчас мелкая такая. Потом она поднимется. Потом полынь будет здесь. Такой пряный запах. Полынь хорошая. Да, полынь это очень полезная. Я тоже буду. А вот источник. Его не видно. Чем это место удивительно? И он открыто. Вот мы сейчас не видим. Вот источник Геннадца. Мы сейчас пройдем 10 метров, вы увидите прекрасный источник. Приехали. Освещенный. В честь 12 апостолов. Ну что, Викусик. Шахтерочка ты наша. Я просто в таком вас... А ты скажи, а ты каменюшка наша. Каменек. Каменек. Кременек. Да, благодать. Я бы вам такого не показал. Это вот Геннадий нам все это делает. Что? Энцефалитные клещи. Энцефалитные клещи. Нет. Это полоса не попадает. И не было ни одного случая. Могу сразу сказать. Не слышал и не попал. Вот так-то. А то в Сибири там их куча. Да. Ну хотя, все равно лучше в какой-то кустарник не лезть. Там же клещи могут обычные быть. Ну ясно. Я бы сказать, сейчас Геннадий. А сюда. Вот он. Вот эта красота. Геннадь Петрович. О-о-о. Смотри, какая чудо. Какая река. Вот это да. Ты смотри, какой муж. И вот ложись ему туда, в источник. Он мелкий, да. Он где-то по колено. Ну лежа ложись и купаешься. Сейчас. Сейчас туда надо переодеться, да? Да, здесь на шоке. Отмеченный крест. И вот с дороги его не видно. Здесь нет дороги. Ну да, да, да. Оттуда не видно. И вода здесь очень мягкая. Вот сейчас попробуем. Сейчас я туда переоденусь. И ляжем. С головой. С головой. С головой. Да, еще. Еще. Посмотрим, как она очистится. Вода облезает. Начина княга. У меня колени как раз. Сейчас я обмою.